Доброе утречко! Мои любимые парфюмерные маньячки, маньяки и хомячки. Ну и все остальные, кого интересует тема парфюмерии, ароматов, запахов. Вы меня просили, я рассказываю. Сегодня у нас будет тема такая популярная. Я уже сама посмотрела несколько видео на ютубе о ароматах, которые стойкие и шлейфовые. Почему эта тема интересна? Ну, понятно, конечно, хочется, чтобы когда-то приобрел аромат, чтобы и ты его на себе чувствовал достаточно долго, и чтобы окружающие оценили твой выбор. Очень много сейчас есть таких парфюмов, которые ты нанес на себя, и там буквально через час, а то и через полчаса они куда-то улетучиваются. И поэтому начнем эту тему. Ароматов у меня на столе много, поэтому буду рассказывать быстро-коротко и следить за временем. У меня есть примерно полчаса. Понадоедать вам. Итак, с чего начать? Начать, наверное, нужно буквально с истории моего интереса и влечения к парфюмерии, потому что где-то лет пять назад я почувствовала на одной из девушек совершенно прекрасный аромат. Один раз не спросила, потом уже на другой девушке почувствовала этот аромат и уже спросила. Не знаю, был ли у этого аромата шлейф, потому что она сказала, что вот она перед тем, как выходить из машины и идти ко мне, вот она на себя нанесла его. Может быть, он и не настолько стойкий и шлейфовый, но от него был такой вот приятнейший флёр, красивейший вокруг неё, что я не удержалась. И, конечно, выяснила, что это у нас Шенель Шанс Тендре. И потом купила этот аромат, потом мне его подарили, и с тех пор я его люблю. Видите, такой очень большой объём здесь, больше 100 миллилитров, и он уже изрядно использован. И до сих пор я считаю, что это такой вот нежнейший, прекраснейший, красивейший аромат. Ну, наверное, больше для девушки на самом деле. Тем не менее, его использую, и он у меня в любимчиках. Просто за это время сначала вот такого интереса к парфюмерии, почему это всё так красиво пахнет, приобрелось очень много всего другого, и я даже всё, что хотела бы, сегодня вам, наверное, не смогу показать, потому что действительно очень много. Я думаю, что все ароматы старых школ, вот те, которые, даже пускай потом переделанные, вот эти маженуары ланкомовские и прочие, которые можно сейчас приобрести, они тоже будут и стойкие, и шлейфовые, потому что тогда это было настолько заложено в эти школы, что это будут ароматы, что ты прошёл, и после тебя ещё там много, много часов пахнет аромат. Ну, есть и сейчас такие, которые, ну, не много-много часов, но всегда можно определить, что человек прошёл, и за ним вот тянется вот этот красивущий шлейф. Почему, что интересно, бывают ароматы, которые сами по себе вам и не так, чтобы очень нравились, а в шлейфе они невероятно интересны. Совсем недавно обнаружила вот такой эффект на аромате, который тоже вам знаком. Я думаю, что очень многие ароматы из тех, что я буду показывать, они знакомы, потому что они уже проверены временем. И если они вот свою популярность до сих пор держат на высоте и на уровне, это означает, что есть за что. Вот такой аромат Versace Bright Crystal. Я думаю, что многие его знают, многие его любят, кто-то его, наоборот, наверное, не очень любят, потому что аромат, конечно, такой, ну, немножко необычный на фоне всех остальных, но очень узнаваемый. Меня он чуть-чуть душит. Я специально сегодня не смотрела опять-таки пирамидки, что там в составе, но помню, что кто-то... У него есть какая-то разница между туалетной версией и парфюмерной водой. Одна там пахнет больше огурцами, вторая чем-то таким вот сладостным. Прямо мне какими-то восточными палочками пахнет такими. Ну, может, не совсем восточными, такими ладанами или какими-то вот, которые, боюсь даже сказать, стоят где-нибудь в усыпальнице и вот наполняют таким мироладанным ароматом помещение. Но он интересный. Совсем недавно я его извлекла, потому что обычно я, кстати, пользуюсь чаще всего вот этим розовым кристаллом. И, между прочим, он тоже прекрасен. Он точно так же шлейфовый, потому что я заходила в магазинчик, и вот у него такой явственно кисло-сладкий, приятный аромат. Я даже спросила у продавщицы, от которой вот это облако расходилось, уточнить, этот ли на ней аромат. Ну, конечно, да. То есть он на самом деле, вот он ощущается так вот на расстоянии. И он приятный, он легкий, он замечательный. Я его люблю и тоже вот немножко использовала. А этот аромат я нанесла, когда шла в гости к мужу. Ну, кто не знает, мы живем таким гостевым браком и ходим друг к другу в гости. И всегда, когда я прихожу, мы обнимаемся. И вот мы обнялись, и я пошла дальше на кухню. И смотрю, он что-то бежит за мной. Так шустренько, и опять уткнулся мне в шею понюхать, что же это на мне такое. Его заинтриговало, заинтересовало. Он любит такие всякие интересные запахи. То есть, из чего я сделала вывод, что надо почаще его наносить, этот аромат. Потому что вот в нем есть такое завораживающее воздействие какое-то на людей. И, наверное, такой же завораживающий, ну и для меня самой, я не знаю, вот как он в шлейфе, но думаю, что тоже узнаваемый. Это Lancome Hypnose. Очень известный аромат. Почему-то сейчас уже не так часто его на ком-то услышишь. Ну, даже, наверное, вообще не услышишь. Потому что настолько много сейчас уже всего другого. Красивущий. Он мне очень нравится. Я сама от него тащусь. Тащусь, обалдею. Я не знаю, что там в составе, потому что он такой вот необъяснимый, примерно как и Ангел Терри Мюглеры. Ну, нет, там понятно. Там почули, там карамелька, там вот всякое такое сладкое, много чего интересного. А здесь... Я помню, что читала я этот состав, и я не нашла в нем каких-то таких вот прямо вещей, которые могли бы вот так в результате интересно пахнуть. Но он пахнет очень интересно. И не цветочный, и не фруктовый, и какой-то... И не гурманский, не сладкий, и какая-то сладковатость с ним есть, конечно. Вот в результате это все создает какую-то завороженность, потому что создает какую-то тайну. Ты не понимаешь, ну что ж такое в нем интересное, что... И не угадаешь, что... Замечательный аромат. Я думаю, что все с ним знакомы. Ну, по крайней мере, из тех, кто увлекается парфюмерией, а кто нет, обратите свое внимание, потому что в нем есть какая-то такая замечательная тайна потрясающая. Из старых ароматов... Да, говорю, там все ароматы старой школы такие, которые... Ну, даже годов 90-х там... Вот они... Они потрясающие были. Они вот... Мы всегда узнавали по шлейфу. Ой, раз уже 90-х покажу аромат, который, ну, наверное, все помнят. Эти арбузные корочки. Это из семьяки. Вот такой флакончик. Как он мне нравился. Я тогда тоже помню. Вот буквально на каждой второй женщине от нее пахло этими чудесными арбузными разными и дынными ароматами. И он до сих пор мне так нравится. Он прекрасен. Потому хоть такой маленький размерчик мне всегда хочется иметь. И от него шлейф потрясающий. Вот женщина проходила, и прямо вот, прямо арбузики, арбузики. Такой прелестнейший, легкий, летний, красивейший аромат до сих пор. Я еще нигде не нашла такого красивого арбуза, как вот в ароматах эсэмьяки. И с тех же времен у меня осталась память. И я держу его, хотя использую редко. Очень насыщенный аромат. Амориджи, живанши. И тоже с ним связана история. О моей... Ну, подруге, наверное, может быть. Не закадычная, но тем не менее. Девушки, которые в 90-е годы, когда мы все ходили, я помню, мы очень многие ходили в черных одеждах. Не знаю, с чем это было связано. Может, такая общая депрессия. Может, просто было проще купить эту одежду. Она ходила в длинном белом пальто. Даже в осенние какие-то мокрые дни, когда буквально там одна капелька, а капелек было много в осенние дни. И когда вокруг машина проезжает, тебя обрызгивает, и ты весь стоишь уже только в черном. И можно быть, потому что будешь весь грязный. Она ходила в длинном белом пальто, которое стирала, наверное, каждый день. Но она так выделялась из всех окружающих, что ее буквально ненавидели. Она, говорила, очень часто ловила какие-то такие злобные, даже не то, что взгляды, а вот именно высказывания какие-то. И все равно она это делала, потому что она хотела быть такой яркой, запоминающейся, выдающейся. И это был ее аромат, потому что он тоже невероятно шлейфовый. Она жила в моем подъезде, выше этажом, и каждый раз, когда я шла по лестнице, я знала, что она прошла мимо, потому что пах весь у нас, весь коридор пах, вся лестница пахла. И тогда оказался этот аромат мне сумасшедший, тяжелым, таким вот буквально мозг от него плавился. Конечно, у нее там тоже попросила, и там поносила на себе там пару капелек, но мне казалось, я не понимаю, как она это выдерживает. Ну, разве что вот в шлейфе. И прошло время. Она уехала, она сейчас где-то, по-моему, в Голландии. Я видела на одноклассниках ее фотографии. До сих пор она экстравагантная, но теперь она носит всякие шляпки разные. Я не знаю, носит ли она этот аромат на себе сейчас, может быть, уже и нет, но вот он мне всю жизнь будет напоминать о ней. Он прекрасен, и в небольших дозах он очень красивый. Он очень стойкий, он очень шлейфовый. Он потрясающий, конечно, аромат. Вот такой аромат тоже воспоминания. У многих воспоминания связаны с различными ароматами Сальвадора Дали, с классическим ароматом Сальвадора Дали, с лагуной, у меня вот с этими черными губами, потому что он тоже бальзамический, он такой теплый, вкусный, пряный. Я такие ароматы называю восточными, потому что они для меня такие тяжелые, но, конечно, наверное, не восточные. Но там есть, по-моему, и сандалы, и ладаны, что-то такое. Вот много такого разного. Стойкие, шлейфовые. Это у меня с утра такие. Много разговора и мало выпитого чая. Не успела еще позавтракать, поэтому горло еще скрипит после ночи. Вот такие вот сальвадоровские черные губы. Ну, замечательный, прекрасный аромат. И, наверное, где-то вот в одном направлении с ним, ну, по крайней мере, мне так кажется, это хабанитом или нардом. Аромат, который тоже такой, вот бальзамический у них такие есть. Одно общая характеристика, бальзамический аромат, потому что он, ну, он тяжеловатый, он такой... Вот сейчас мне даже каким-то медом, таким лекарственным пахнет. Но он красивый, он интересный. Его тоже достаточно совсем немного, и он очень хорошо вот так вот витает около своей хозяйки, говоря о том, что она любит потяжелее, посерьезнее ароматы. Давно хочу заказать Paloma Picasso. Это тоже есть, тоже серия будет. Очень красивый такой тяжелый шипр старой школы. Ну, тоже Мажиноар пускай даже наводил. Я думаю, что я когда-нибудь приобрету, потому что я знаю, какой от него шлейф потрясающий. Все равно будет что-то красивое. Вот эти ароматы, конечно, они, наверное, потому и так популярны, что все-таки они оставили о себе память и след потрясающий. Из следов, которые лучше бы и не оставлялись, случайно мне попался такой аромат Гирльеновский. Кстати, Гирльеновский тоже очень стойкий, шлейфовый. У меня не так давно разбился флакончик идилли, и, ну, наверное, неделю после этого у меня вся квартира пахла этой идиллию. Поэтому, если кто хочет такие сильные ароматы, на заднем плане у меня моя собачка что-то храпит так явственно, может быть, услышите. Вот. А этот с серой амброй, и она такая вот прямо кашалотная, как изнутри кашалота. И поэтому он, я его не ношу на себе, я его даже не использую, но иногда вот я так туда нос засуну и подумаю, ну, надо же, вот кто-то же это на себе носит. Я думаю, что этот аромат, во-первых, он будет неделю как минимум пахнуть на вас, а потом, конечно, запах такой очень своеобразный, специфический. Там есть целая серия вот таких вот ароматов, в таких типа керамических бутылочках, и они все мозговыносящие какие-то. Но расстаться не могу, потому что что-то в этом есть. Иногда вот это цепляет, иногда какое-то такое заведомое уродство в аромате, оно даже наоборот. Мне кажется, мне бы сейчас не хватило бы, если бы он у меня исчез. Мне бы хотелось, чтобы я бы его опять купила, бы опять иногда походила бы и тайком так нюхала бы. Ну и вот такой керленовский аромат, Insolence, он тоже, он замечательный, он прекрасный, я его чувствую на себе все время. Очень многие ароматы, я уже перестаю чувствовать, но кто-то на мне чувствует. А этот аромат я тоже сама на себе чувствую, что мне очень нравится. Красивый такой, уже более, конечно, благородный. Немножко островатый, рисковатый, яркий для меня. Я избегаю ярких ароматов, потому что у меня все-таки мое предпочтение это какие-то цветочные ароматы. Но хорош, интересен, необычен. Избегаю розового перца в ароматах, потому что именно он дает остринку, тем не менее, один аромат с розовым перцем в первых нотах, и причем ярких таких у меня есть. И с ним тоже связана такая маленькая история в жизни. Это Элиф Ивсен Лорана. Одно из мест работы, на которых я когда-то работала. Там была у нас такая очень такая эстервозная коллега. Она обожала этот аромат. И мы знали, что с ней лучше лишний раз там даже не контактировать, не разговаривать. И мы всегда разбегались, заслышав этот шлейф, этого аромата, запах. Она растекала, как ледоколу северные моря. И впереди несся этот аромат, и сзади. И мы все прятались от нее, потому что человек сложный по характеру, так же, как и сложный аромат, хотя, конечно, красивущий и тоже невероятно стойкий, невероятно шлейфовый. Вот этот шлейф этого аромата я оценила в полной мере, потому что пришлось в жизни с этим столкнуться. Никто не осмеливался. Я представляю, если бы кто-то осмелился нанести на себя такой же аромат, как она. Вообще, это как прийти, наверное, на школьный выпускной в одинаковых платьях с кем-то. У меня такая история была. Я пришла, и оказалось, что мои подруги тоже в такое же платье. Но только они были по-разному сшиты, потому что тогда сшили мы. Из материала не было готовых платьев, но материал у нас был одинаковый. Это было что-то, конечно, что-то ужасное. Вот. Ну, так. Давайте о приятном, а то об ужасном, об ужасном. Аромат, по которому меня узнавали по шлейфу этого аромата. Это вот мой любимый Айри Флеймовский Джордани Голдэссенса. Апельсиновый цвет. Сплошные апельсины, сладкие, вкусные. И он... Одно время я его настолько любила, что, по-моему, это уже третий, мне кажется, флакончик. Я думаю, что он у меня всегда будет. Может быть, конечно, я его буду уже не носить запой, буду разбавлять, но он прекрасен. Он вот такой невероятно позитивный, очень солнечный, очень сладкий, красивый. И... Узнавали, что я была в этом магазине по шлейфу этого аромата. И просто однажды зашла в секонд, там была моя подруга со своей родственницей. Они там копались в вешалочках. Я прошла мимо так быстренько, куда-то в дальний угол. Я их не заметила, они меня не заметили. Но они между собой там начали обсуждать, что как хорошо вот пахнет. И начали оглядываться. И тогда увидели меня. Это было так мило. В общем, люблю этот аромат. Нежной любовью. Так. Не люблю, но тем не менее, красив в шлейфе. Почувствовала на своей подруге Бербери Уэйкент. Там очень много всего в составе. Тоже красивый аромат. Запоминающийся, узнаваемый. Такой... Есть какая-то нотка, тоже опять же непонятно чего. Я бы сказала, что он, наверное, такой цветочный, но... Вот что-то в этой нотке. Она мне и нравится, и отталкивает одновременно. Но, тем не менее, в шлейфе я его замечала. На подруге он мне очень понравился. Поэтому приобрела. Но вот стоит, не ношу. Все-таки для меня что-то... Что-то не так. Почти все ароматы с инжиром и с фигой, с инжиром не... Я их тоже долго на себе чувствую. Я не знаю, как они в шлейфе. Может быть, особо и не шлейфят. Но вот на себе замечаю. Поэтому я их считаю стойкими. И как один из примеров, у меня с фигой довольно много ароматов. Покажу последний фиговый аромат. Очень красивый. Это вот эта ланкомовская линейка. Такая нарядная, невероятно прекрасная. В каких-то рисунках тут на флакончике. И это вот тоже аромат зеленых и каких-то веточек. Не столько самих плодов, сколько веточек, наверное. Очень-очень хороший. Именно мне нравится, когда такой инжир с зеленью. Хотя и с мякотью хорош. В общем, это такой успешно используемый аромат. В парфюмерии нотка. Очень популярная в последнее время. Частенько встречаешь почти. А, и везде, где только этих вот ароматов с фигой. Элизабет Арден вышел новый аромат. И везде, и везде, куда ни глянешь, везде вот эта фига. Но из таких вот более сладостных, вкусных, таких сухофруктных ароматов, там где вот тоже финики. Про инжир не скажу. Про, если есть, то он здесь в виде уже мякоти и плода. Это вот очень красивый аромат. Неа. Джульет Мэтт. Был у нас одно время вот этот бренд. Стоял в магазинчиках. И почему-то как-то вот незаслуженно, ну, не обратили на него внимания. Вот кому-то везет, кому-то нет. Вот этому бренду у нас не повезло. А аромат у него, ну, просто потрясающий. И я что успела, схватила. И это... Вот у меня всегда в представлении какой-то такой богато накрытый стол где-нибудь под айвой. И в самом аромате тоже, чего там только нет. Но он вот такой скорее действительно сухофруктно, вот такой вкусный. Сладкий, довольно-таки стойкий. В шлейфе не скажу, потому что со шлейфом всегда сложно. Это же надо себя со стороны как-то почувствовать. Ну, вот мне нравится, что я его вокруг себя чувствую. И так красиво, сладостно, так аппетитно. Когда хочется кушать, нанес аромат. И просто от него в восторге. Тоже очень позитивный, очень положительный такой аромат. Я думаю, что очень многие ароматы... Так, что это у меня? Сейчас, секундочка. Вот из серии Трезор, они, я думаю, вот эти все, ну, вы знаете, хорошие, стойкие, шлейфовые. И тот же Меднайт Розы, и остальные Трезоры, они, ну, они хорошие. Они, на самом деле, такие вот. Не пройдешь мимо, заметишь и в шлейфе заметишь, везде заметишь. Потому что... И точно так же все ароматы Лавиа Бель. В любой версии у меня, ну, вот такая версия, например, есть. Ну, их просто выходила масса всяких фланкеров. Я думаю, что это тоже ароматы, которые вы не сможете не заметить. Потому что они, вот они шлейфовые, на самом деле. Когда в транспорт заходишь, был момент, они были очень популярны. И вот эта приятная их сладостность тоже такая, она преследовала меня буквально везде. Сейчас как-то вкусы сменились немножко. Сейчас что-то другое на людях. Ну, вот понравились они. И также Армани Си понравились. Потому что они тоже вот такие были заметные, стойкие, шлейфовые. То есть, ну, есть такие удачные варианты, которые вот, наверное, и останутся. Вот они как раз и тиражируются потом постоянно в каких-то версиях. Потому что хорошо раскупаются, хорошо, как бы, носятся. Тоже из таких любимчиков. Эйфория Кальвина Кляйна. И я думаю, что я тоже всегда ее буду обновлять. Она немножко где-то меня придушивает, но она тоже прекрасна. Она очень красива. И вот в ней есть какое-то волшебство. Даже, опять-таки, не скажу, что я там чувствую. Потому что довольно сложно описать. Все ароматы, которые вот такие красивые, их сложно описать. Вот они просто завораживают и все. Ну, как-то удачно сделаны. Безусловно, все мюглеровские, многие ароматы, все ангелы, вот пришельцы, они, конечно, тоже шлифят на километр. Я их слышу на других, я узнаю. Я радуюсь, что люди их носят до сих пор. Ну, они замечательные. Даже недавно так в аптеке там женщина зашла, его тоже. Ну, я сразу знала ангела. Ну, просто я всегда из интереса спрашиваю, вот этот ли аромат на ней. Она говорит, да, вот мне муж подарил. Ну, она сразу призналась, что это разливная была парфюмерия, версия, которая у нас вот есть на центральном вокзале. То есть даже вот разливной такой, ну, по сути, подделка, да, как бы ангел, он потрясающий шлейфил, и вокруг нее было, ну, исключительно красивейшее облако вот этого вот такого чего-то. Ну, ангелы, наверное, тоже все знают. Как это ни странно, я всегда чувствую и узнаю вот этот, как у нас, Dolce & Gabbana Light Blue. Ну, это какая-то из версий, там что-то про капри еще, да. Ну, вот этот аромат тоже всегда шлейфит, всегда узнаваем. Может быть, у него там не километровый шлейф, но вокруг человека всегда, несмотря на то, что это же легкий такой, казалось бы, летний, водянистый такой, прохладный аромат. И вот он, он хорош, все равно он хорош, он узнаваем, и все равно хочется, чтобы он был в коллекции, потому что, ну, с этим ароматом тоже уже связана какая-то часть истории, такая достаточно значительная. Так, ну-ка, быстренько мы смотрим. Ай, 25 минут. Ладно, останусь в очках, чтобы отслеживать время. Я же о стольком еще хотела вам рассказать. Ну, конечно, Диоровские жадоры шлейф на километр, персики, все вкусно, все их знают. Никуда от них не денешься, всегда они будут, тоже выходят постоянно какие-то разнообразные версии. И вот тоже он у меня есть, просто потому что так должно быть, нельзя обойтись без Диор-Жадора. Томфордовские ароматы прекраснейшие. Каждый находит там свое, потому что постоянно что-то выходит новое. Черный орхидеем все знают. Нуар все знают, они мне нравятся. Я тоже хочу, чтобы они у меня были, потому что очень красивые ароматы. Кельвин Кляйн Бьюти, очень любимый аромат моей Танечкой. На ней его замечают, хвалят. Такой белоцветочный, красивый аромат, благородный очень. Ароматы Роберто Кавалли. Все шлейфят как сумасшедшие. Такие тоже для ярких, выделяющихся женщин. Потому что когда пройдешь, там за тобой будет 3 километра шлейфа. Пакарабан Леди Миллион тоже. На него столько было подделок, что говорит о том, что аромат безумно популярный. Вкусный, сладкий. И вот положи там парочку каких-то ноток. И он невероятно красивый. Сама недавно ходила вот в этом аромате диптих. Которые черно-смородиновые веточки. И бегала по магазину. И все думала, где же там так красиво, что-то так пахнет. А я нанесла его на затылок, потому что он очень сильный аромат. И уже придя домой, до меня дошло, что это от меня и пахло, собственно говоря. Пока я там бегала по магазинам. И, ну так, наверное, последний. Потому что время все меня поджимает. Мне всегда не хватает времени, чтобы поговорить об этом. Это Лолит Олимпика. Вот такой вот замечательный совершенно Лолит Олент аромат. Сладостный, вкусный. Как всегда у нее там, наверное, это лакричник. Ну, вот здесь он такой нераздражающий, замечательный, чудесный. Вот на такой красивой нотке. Я завершаю наш сегодняшний рассказ об ароматах. Хотя можно было бы говорить бесконечно. Сейчас есть много красивейших ароматов. И тогда делитесь уже своими самыми любимыми стойкими, шлейфовыми. Какие ароматы вы считаете таковыми. И, что ж, как всегда, до новых встреч. Пока-пока. Хорошего дня и настроения.